В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вода раздора. Амурская прокуратура разберется, кто виноват в подтоплении поселка Кимчан. Здесь рыбы нет. Амурские пограничники задержали браконьеров из КНР. Бетховен против наркотиков. Для лечения алкоголизма и наркомании впрямую начали применять музыкотерапию. Оценят на безопасность. Роспотребнадзор проверит, как спиннеры влияют на здоровье детей. Хлам в дело. Амурчане делают бизнес на ненужных вещах. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Смерч пронесся по Благовещенскому району. Очевидцам удалось снять торнадо на видео. Запись разместили в социальных сетях. Вихрь образовался недалеко от села Марково. Шел он в сторону Новотроицкого шоссе. О разрушениях и ущербе не сообщается. Ранее смерч видели в Тынде. Небольшой торнадо закрутился в начале июля прямо на одной из улиц города. А в конце июня воронку заметили в Ивановском районе недалеко от села Среднебелое. Тем временем амурские энергетики работают в режиме повышенной готовности. За прошедшие сутки из-за усиления грозовой активности и ветра отключение электроэнергии зафиксированы в Шимановском, Ивановском, Тамбовском и Изейском районах. Серьезных повреждений стихия в этот раз не нанесла. Несколько сел на короткое время остались без света. Ну а тем временем спасатели Изейского района попросили защитить их от стихийных бедствий молитвой. В поселке Береговом прошел автомобильный крестный ход. Настоятель Никольского храма Зии и верующие объехали поселок с иконой Божьей Матери Неопалимая Купина и пением Богородицы. Приветствуя участников нестандартного крестного хода, настоятель храма отметил, что наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия часто происходят по вине человека. Но покаяние и молитва за ближних могут помочь предотвратить беду. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенской епархии. Прокуратура Амурской области разберется, кто виноват в подтоплении поселка Экимчан. Глава надзорного органа Руслан Медведев поручил прокурору Селимджинского района провести проверку. 18 июля на территорию поселка хлынула вода из-за прорыва искусственной дамбы, которую возвело золотодобывающее предприятие «Покров золота». Сильный поток воды дошел до огородов местных жителей, смыл грядки, заборы и пешеходный мост. Также вода размыла автомобильный мост. Сейчас движение по нему запрещено. Жители Экимчана винят в случившемся золотодобывающую кампанию, а старатели считают, что дамбу повредили сами люди. Разберется в ситуации прокуратура Амурской области. Специалисты установят причины и обстоятельства виновных лиц и причиненный ущерб. Будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается на сайте надзорного органа. Российские власти хотят увеличить число дальневосточных гектаров. В Амурской области, к примеру, бесплатные территории планируют открыть за счет земель защитных лесов и охоту годий. По словам главы региона Александра Козлова, общая площадь этих территорий сократится на 2 миллиона гектаров. Поправки в федеральный закон депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении. В числе нововведений также оформление земельных участков через МФЦ, сокращение количества отказов, предоставление бесплатных гектаров. Сейчас продолжается реализация третьего этапа программы. На получение земель могут претендовать соискатели со всей России. Однако, большими гектарами в пределах Амурской области сейчас интересуются все же местные жители. В общей сложности уже подано более 6,5 тысяч заявлений, около половины договоров подписаны. По информации пресс-службы областного правительства, как правило, люди берут землю для ведения личного подсобного хозяйства. В Москве прошло заседание Уркомитета Восточного экономического форума под руководством Юрия Трутнева. В нем приняли участие министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, специалист разных ведомств, а также главы дальневосточных регионов. В частности, вопросы предстоящего форума с полпредом обсуждал и руководитель Преамурья Александр Козлов. Как отметил Юрий Трутнев, данный форум – серьезное событие в календаре мероприятий России. В этом году заявок на участие в форуме подано на 30% больше, чем в 2016-м. На АВФ планируют приехать главы ведущих компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, а также руководители крупнейших российских предприятий. О своем желании участвовать в работе Восточного экономического форума заявили 26 стран. В частности, ожидается приезд делегаций из Китая и Индии. Оценить качество медицины. В областном правительстве состоялся круглый стол по вопросам независимой оценки качества оказания услуг медучреждениями области. В одном зале собрались медики, представители городских округов и муниципалитетов Преамурья, специалисты Амурского отделения Общероссийского народного фронта. Информируют ли амурчан в больницах и оценивают ли они гостеприимства приамурских здравниц, узнавала Анастасия Петраш. За одним столом медики, общественники, представители городов и муниципалитетов Преамурья. В формате круглого стола для обсуждения вопросов оценки качества оказания медуслуг в области они собираются второй раз. В этом году участников в два раза больше, около 90 человек, рассказали в Минздраве региона. Все потому, что здесь у специалистов разных ведомств есть возможность не только обсудить проблемы, но и найти конструктивные решения. Без взаимодействия очень сложно решить ряд вопросов, особенно по обеспечению условий для оказания медицинской помощи. Здесь можно только на межведомственных комиссиях работать, в муниципальных районах или на городских округах. Поэтому у нас планируется в октябре еще один круглый стол в Белогорске, где он будет более узким кругом. Это Белогорск, Белогорский район, Северский район, ну и, конечно же, все желающие. Специалисты общественного совета рассказали, в больницах Преамурья работа по информированию пациентов о том, что они могут оставить свои отзывы о работе медучреждений и оказанных услугах ведется. Правда, не везде на должном уровне. Так, в прогрессе Ромнинской, Селемджинской, Тындинской и некоторых других больницах пациенты поставили нали в графе информированность. Нулей, как уже сказала Татьяна Юрьевна, уважаемые руководители, не должно быть. Вы тянете не только авторитет свой подрыватель, вы подрываете авторитет Амурской области, то есть субъекта Российской Федерации. Возможно, голосуют только те граждане, у которых возникли проблемы какие-то при получении медицинской услуги. Но это говорит об отсутствии информированности населения, возможности участия в независимой оценке качества. Медучреждениям посоветовали несколько вариантов того, как можно информировать пациентов и проводить анкетирование. Один из них – размещение информации на сайте медучреждения. Так уже поступают в ряде больниц, в том числе в Ивановской. Здесь пациентам предлагают два варианта – высказать свое мнение на сайте или воспользоваться обычным бумажным вариантом анкеты. Мнение пациентов – это всегда важно, потому что мы тогда знаем, на что обратить особое внимание, что необходимо сделать для того, чтобы у вас есть доступность и качество оказания медицинской помощи. Удовлетворенность нашим пациентам, оказанной медицинской помощью. В других муниципалитетах также подтверждают анкетирование населения. Проводят, чтобы узнать, на что следует обратить внимание и какие проблемы есть у пациентов. Для этого разрабатываем анкеты. Зампоциального опыта Шафикова и Зуфоровна работает через глав поселения, чтобы люди, конечно, боятся чего, не стесняются, в плане того, что надо регистрироваться и давать свои комментарии. Нам портали услуг. Мы им говорим, что ничего страшного, эти данные никуда не попадут, анонимность, и вы можете спокойно это делать. У нас, как и в других отдаленных районах, проблема, конечно, большая – это текучка кадров врачей. И, естественно, то, что у нас некоторых узких специализаций, врачей, просто не хватает. Итогом работы специалистов на круглом столе должны стать комплексные решения проблемных вопросов. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На 10 лет может лишиться свободы 26-летний житель областного центра. Он ограбил микрофинансовую организацию с помощью игрушечного пистолета. Благовещенцу удалось обогатиться на 1400 рублей. Расследование уголовного дела завершено. В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин приобрел игрушечный пистолет, внешне схожий с огнестрельным оружием. Находясь вблизи здания, где расположена микрофинансовая компания, злоумышленник надел на глаза темные очки, на голову капюшон и вошел в офис. Обвиняемый, удерживая в руке игрушечный пистолет, направил его в сторону одной из сотрудниц и потребовал отдать все имеющиеся в офисе деньги. Испуганная девушка передала ему два конверта. После чего мужчина скрылся. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Амурские пограничники задержали браконьеров из Китайской Народной Республики. Нарушители границы решили порыбачить в российских водах. У китайских рыбаков изъяли моторную лодку, сети длиной более 180 метров и пойманную ими рыбу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Напомним, с 11 по 15 июля ловить рыбу на реке Амур запретили. Несмотря на запрет, амурские пограничники выявили 73 факта нарушения Российско-Китайского соглашения. За это время вместе с китайскими коллегами они обошли около 500 километров речной акватории. Охотникам региона могут разрешить отстреливать до 80 рысей. Это в 4 раза больше, чем сейчас. В 3 раза может увеличиться и промысел кабарги. Вместе с тем охотоведы могут сократить нормы отстрела благородного оленя, лося и косули. Добыча последней, скорее всего, снизится более чем на 800 особей. Также сотрудники Управления по охране животного мира планируют разрешить отстреливать больше северных оленей, соболей и барсуков. Однако это только предварительные данные. Точные сведения представят в правительство области в конце июля. Роспотребнадзор проверит, как спиннеры влияют на здоровье детей. Причиной таких действий стал слишком большой интерес к этой, как выяснилось, небезопасной игрушке. Как сообщается на сайте ведомства, к проверке планируют привлечь научно-исследовательские организации в сфере охраны детского здоровья. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для родителей, которые планируют приобрести спиннер своим детям. Они предлагают обратить внимание на материал, из которого изготовлена игрушка, запах и шум. Как отметили в Амурском управлении, меры предосторожности такие же, как и ко всем игрушкам. Обращать внимание на посторонний запах, на повышенный шум. Если вдруг игрушка издает посторонний запах резкий, химический, то нужно отказаться от приобретения такой игрушки. Ну, конечно, попросить документы, подтверждающие соответствие игрушки, установленным требованиям безопасности. Не покупать их в неустановленных местах с рук. Обращать внимание на то, как играют дети. Если эта игрушка содержит какие-то мелкие детали, элементы, которые могут быть проглочены детями в случае выпадения из игрушки, то обязательно с такими игрушками дети должны, школьники должны играть под присмотром родителей. Необычную терапию для лечения алкоголизма и наркомании применили в одном из Амурских реабилитационных центров. Лечить пагубные привычки здесь предлагают с помощью классической музыки. Композиции Моцарта, Баха, Бетховена помогают зависимым людям не только забыть о своем прошлом, но и открывают в них скрытые ранее таланты. О селе искусства, которое способно побороть тягу к наркотикам и спиртному, материал Юрия Камышного. Сегодня наше занятие по физиотерапии будет посвящено одному из базовых чувств, это грусть. Грустить в этот раз решили под классическую лунную сонату Бетховена. Многие из тех, кто находится в аудитории, слышат эту музыку впервые. Свои эмоции пациенты центра переносят на бумагу. Кто-то рисует карандашами, кто-то красками. У одних на листе появляется рисунок с сюжетом, у кого-то бессознательный набор цветных пятен. Смотрю на краски, думаю о своем, стараюсь отключить голову, думать. Вижу цвет, который понравился, беру, ну и как бы под музыку импровизирую. Я не знаю на самом деле, что получится в конце, но думаю, что все более или менее как-то выстроится в ряд. В этот центр Владимир Хвостов приехал из Хабаровска. Наркотики молодой человек употреблял 8 лет. Но в один момент понял, что стоит у черты между жизнью и смертью. Очередную дозу амфетамина здесь ему заменила музыка. Бетховен, Бах, Гендель помогают Владимиру разобраться в своей проблеме. Смысл этого альтернативного лечения – помочь человеку осознать его зависимость и научить радоваться жизни без психотропных веществ. Я выкладываю на лист бумаги, по сути, свои чувства, что я сейчас переживаю, что чего мне хотелось. Это успокаивает, отстраняет меня от всяких проблем. Скажем так, я ловлю спокойствие. Теперь есть праздник у меня, 14-го числа. День трезвости, друзья. Хочу всегда его отмечать. Традиции я буду соблюдать. Жизнь прекрасна ведь и так, через чистый взгляд. Каждое 14-е число месяца для Александра Дубоделу теперь считается вторым днем рождения или на языке бывших наркоманов чистой датой. В этот день он отказался от употребления героина. В центр его привезли с серьезной передозировкой. Здесь выходили, поставили на ноги и научили жить по-новому, без иглы. Теперь Александр сочиняет стихи, разводит огород и мечтает вернуться домой, в семью, нормальным, независимым, ни от чего человеком. Я хотел все больше и больше тех чувств от употребления получить. Я избегал своих проблем. И все, только здесь я начал понимать, работая по шагам, что можно было намного больше вариантов решения моих проблем. Лечение арт-терапией не новое. Целительное свойство музыки известно еще с древности. Но в реабилитационном центре классику используют еще и как стимул для развития творческого потенциала участников программы. Сегодня в селе Ракитном. От алкоголизма и наркомании лечится 50 человек. Куратор программы Олег Бурмистров. Не скрывает, он один из бывших. В прошлом сам сидел на игле. Теперь помогает таким же людям. По его словам, главное в этой системе – заставить человека поверить в себя, раскрыв его потенциал. Если человек раскрывается в чем-то, почему бы ему этого не дать? На самом деле, там у нас очень много ребят, которые с какими-то талантами, с какими-то, ну, если идет, где идет энергия из человека, мы используем это. Потому что наша задача – это работать с их энергией и научить их работать с этим. Курс реабилитации в центре может длиться несколько месяцев, а может и несколько лет. Задача наставников, так здесь называют руководителей, заполнить все это время полезными занятиями. Уроки музыки теперь включили в список лечебной терапии. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Новая зона отдыха скоро откроется в Белогорске. Сквер площадью более 3,5 тысяч гектаров сейчас возводят в центре города. Для горожан в новом сквере установят скамейки, урны и светильники. Рабочие уже положили тротуарную плитку в центральной части сквера. Оборудованной оказалась территория в 300 квадратных метров. Вокруг сквера будет много зеленых насаждений и деревьев. Для кого кризис, а для кого бизнес, амурчане стали чаще продавать то, что пылится на чердаках и в подвалах. Советские приемники, посуды, игрушки, картины и даже чемоданы. Все это дешево скупают местные старьевщики, а после продают за большие деньги по всей России. Как амурчане делают бизнес на ненужных вещах, узнавала Марьяна Геворкян. Вова уже год учится играть на аккордеоне. Пора бы уже завести свой инструмент, решили родители. Цена в магазинах показалась уж слишком высокой. Там за 4 тысячи можно купить разве что чехол. А вот у старьевщика за эти деньги они купили целый аккордеон. Константин Костин серьезно начал заниматься поиском и продажей старых вещей больше пяти лет назад. За это время через его руки прошли тысячи предметов. Для кого-то это просто хлам, а для кого-то – ностальгия по советскому времени. Сегодня в его коллекции более 40 часов. Говорит, в наследство от бабушки досталось три экземпляра карманных часиков с тех пор и начал их собирать. Некоторые идут, а у некоторых механизм вышел из строя от старости. Есть даже среди них пенсионеры из 50-х, 60-х годов. Ценность коллекции – настольные часы из чугуна «Хозяйка Медной горы», отлитые на Каслинском заводе. Они настолько хороши, что у оригинала появились подделки. Тоже литье, но это сделано из силу мины. Как говорится, копия данных часов, где завод заводится вот так. И вот можете посмотреть – стрелочка пошла. У Константина сразу несколько таких вещевых гаражей. Мельхиоровые подстаканники, зеркала, проигрыватели пластинок, потрепанные чемоданы и даже ковры. Весь быт советского человека на одном складе. Камеры заводились. Вот так вставлялась оплёночка и камера снимала. Настоящая удача, говорит Константин, взять практически даром, а продать в разы дороже. Такой случай произошёл несколько лет назад. Женщина продала ему картину за 3000 рублей, название которой старьёвщик уже и не помнит. После поисков по аукционам выяснилось – настоящая цена живописи примерно 200 тысяч. Также хочу вам показать ещё одну уникальную вещь. Это фотоаппарат фирмы «ФЭД», который стоял на вооружении Советской армии с 1941 по 1945 год, который фиксировал все события боевые, будни, солдат, бои. Старьёвщик ездит по деревням и сёлам области в самую глубинку. Расклеивает объявления, желающие избавиться от предметов старины находятся сами. Чаще всего люди продают то, что осталось от бабушек и дедушек, не желая забирать рухлядь. Как-то позвонил мне мужчина, прочитав моё объявление. Предложил, чтобы я к нему приехал. Так как у него случилась трагедия, умерла его мама, он распродавал старые вещи. Я вот у него купил этот комод, он мне предложил вот эту вот вещь. Бронзовый амулет 19 века. В кризис работы стало даже больше. С одной стороны, люди хотят подзаработать и расчистить площади. А с другой стороны, растёт ностальгия по советским временам. Живём, не жалуемся. Работаем в основном с Западом. Много покупают люди из Поднебесной. Амурчане берут редко. Амурчане те, которые непосредственно, ну уже взрослые, которые знают цену этим вещам, которые эти вещи одержали в своей бытности, в своей молодости, как бы, ну и знают, что это такое конкретно. Десятки предметов старины, признался Константин, у него хранятся и дома. А ведь собирать такие экземпляры, узнавать их историю и выяснять истинную цену – это не просто бизнес, но и любимое дело. Марьяна Геворкян, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Футбольный клуб «Белогорск» разыграет путевку в одну 64-ю финала Кубка России по футболу. Матч амурские спортсмены проведут с командой «Смена» из Комсомольска на Амуре. Большая игра состоится 24 июля в 18.00 на стадионе «Амур-Сельмаш» в Белогорске. Все любители футбола и болельщики смогут пройти на стадион бесплатно. Белогорск завоевал право участвовать в Кубке России по футболу, став чемпионом Дальнего Востока в первенстве страны среди команд третьего дивизиона. Впервые клуб принял участие в кубковых матчах в 2013-м. Тогда команда стала первым клубом третьего дивизиона, которая дошла до 1-64 Кубка России, обыграв при этом два клуба из второй лиги. В 2015-м Белогорский клуб сыграл с основным составом клуба национальной футбольной лиги в 1-32 Кубке России. Это последний материал выпуска. Наши новости всегда можете найти в социальных сетях, на страничке Амурского областного, в фейсбуке «Одноклассниках», ну а также на сайте amrobel.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова